Здравствуйте! Мы рады приветствовать всех поклонников футбола, самого массового и популярного вида спорта в мире и, конечно, в Московском университете. В прошлом году в преддверии Чемпионата мира по футболу мы провели насыщенный и интересный сезон. Чемпионат мира закончился, но и в 2019 году, я уверен, нас ждет множество интересных и насыщенных футбольных событий. Особенно мы, конечно, ждем турниров на новых футбольных полях, которые были открыты недавно в конце 2019 года. Но начинаем год мы с самого значимого, насыщенного и эмоционального, я так думаю, футбольного турнира. Это Чемпионат МГУ по футболу среди факультетских сборных команд. Ни один серьезный турнир невозможен без жеребьевки. И мы рады, что традиционно уже много лет подряд, Виктор Антонович, вы участвуете вместе с нами в этом мероприятии. Также сегодня нам помогает лучший игрок Чемпионата МГУ 2018 года, Поткин Кирилл. Ну и рулить процессом будет главный эксперт и главный организатор футбольных турниров в Московском университете. Вакин Андрей, студент химического факультета. Виктор Антонович, пожелаете ли что-то до начала жеребьевки студентам, участникам чемпионата? Во-первых, я пожелаю победы всем. А во-вторых, конечно, большая удача для Московского университета. Мы открыли, по-моему, лучшие сейчас открытые поля в прошлом году, в октябре. И мне кажется, вы будете на них с удовольствием играть. Может быть, на какую-то из игр пригласите меня, я первый удар нанесу. По мячу. У нас Кубок Ректора традиционно будет весной. Желаю, конечно, победы сильнейшей команде. И молодцы, что футбол так поддерживается в Московском университете. Это хорошая игра. И у нас сильные всегда были команды. Поэтому удачи. Спасибо. Ну, Андрей, приступаем к самому волнительному моменту. Да, самое важное, ради чего мы здесь собрались. В жеребевке у нас участвуют 16 команд. На столе мы видим 4 стопки с карточками в каждой по 4 команды. Они разделены на 4 корзины по результатам чемпионата МГУ по футболу прошлого года. Как мы будем процесс вести? У нас в лототроне заряжены 4 шарика с номерами 11, 12, 13, 14. Соответственно, вторая цифра каждого номера будет соответствовать тому номеру, если сказать, сверху вниз, как будут выложены карточки здесь на столе. Соответственно, мы сначала разжеребим первую корзину, затем вторую, третью, четвертую, так до конца. Ну что, сейчас я перемешаю совершенно случайным образом первую корзину. А, кстати, напомню, кто у нас в первой корзине, если вдруг кто не в курсе, прежде всего. Это у нас победители прошлого сезона механико-математический факультет, факультет высшая школа бизнеса, факультет вычислительной математики и кибернетики и факультет журналистики. А теперь я уже с чистой душой и чистой совестью перемешиваю это все, выставляю. Все готово. Ждем. Так, первый шар, 12, 2. 12, вторую вытаскиваем. Это у нас механико-математический факультет. Красиво начали. В группу А идет мехмат, кто же пойдет в группу Б. Так, 13, третий. Факультет журналистики отправляется в группу Б. Ну, наконец, снова перемешиваем. И 11. Так, 11. Мне кажется, команда Кирилла сейчас будет. Так, нет, не команда Кирилла. Факультет вычислительной математики и кибернетики. Соответственно, остался 14. Для чистоты эксперимента, да, 14. Не буду губить интригу. Сначала шарик. Надо поймать. Не хочешь ловиться шарик? Сейчас поймаю. 14. Как это неудивительно. 14, высшая школа бизнеса. Мы разжеребили первую корзину. Сейчас вторую. Кто во второй, Андрей? Мы с этого начнем. Кто во второй корзине? Сейчас назову. Это географический факультет, геологический факультет, физический факультет и химический факультет. Не забудь перемешать. Перемешаю, конечно, конечно. Лицевой стороной вниз. Корзина у нас вверх, чтобы не поглядывать. Так, выловим сейчас немножко повыше. Виктор Антонович, только, пожалуйста, не жребите, пока мы хотим. Так как у нас во второй корзине факультет географический есть, мы не можем не вспомнить то, что географы у нас принимали участие в открытии новых футбольных полей. Как раз. Да, они играли товарищескую игру в ФГУ. Ребята остались довольны. И от всего футбольного сообщества мы хотели сказать вам спасибо за такую возможность играть на наших новых прекрасных полях. Мы уже все ребята пишут, когда мы начнем новый сезон на свежем воздухе. Помоем бога, чтобы пришло тепло. Чтобы поскорее снег сошел. Как говорится, в новый сезон с новыми полями. Но при этом нужно еще лыжи добить, поэтому тут нужен баланс с погодой. Ну что, пробуем, да? Перемешали. И пробуем. Так, это 12-й. Вторую табличку вытаскиваем. Это у нас физический факультет. Они к мехмату, правильно? Да, они идут в группу А к мехмату. Это 11-й. 11-й. Первая табличка. Кто же у нас? Химический факультет. Химики отправляются в группу к журналистам. Группу Б. По порядку идем. Третья табличка. Третья табличка. Это у нас геологи. Геологический факультет. КВМК, да. И 14-й. 14-й, 4-я табличка. Это географы, о которых мы уже сказали. Отправляются географы к ВШБ. Наживаю пока третью корзину. Это все повыше немножко сместим. Кто у нас в третьей корзине? Биологический факультет, экономический, Высшая школа государственного аудита и факультет мировой политики. Перемешиваем это все. Очень тщательно. Даня следит за процессом, чтобы я все честно мешал. Слежу. И Кирилл следит. У него пока неплохо все вырисовывается. Все, мы готовы. Готовы. Очень быстро мы. 13-й номер. Третья табличка. Высшая школа государственного аудита. Отправляется в группу А. К Мехмату и физическому факультету. Так, 12-й. 12-й, вторую табличку мы смотрим. Это экономический факультет. Отправляется в группу Б. К журналистам, химикам. Ну и, соответственно, они эконом, это третья команда. Сейчас, наверное, биологи будут. Да, да. Биологи сильные. Заявка маленькая, правда, у них. Это 14-й. 14-й, четвертую табличку. И это, да, это именно они, это биологический факультет. Мне кажется, третья группа очень мощная получается. Последний шарик обычно протестует. Ну, куда он денется? И мы, четвертый шарик, 11-й номер, факультет мировой политики. Так. По-моему, Кирилл сейчас улыбнулся. Ну и что, раз, еще раз повторим, да, повторим? Да, сейчас, секундочку, я повыше это все сдвину, потому что места немножечко совсем не хватает. Угу. Группа А у нас Мехмат, физики, Выжга попали. В группу Б журналисты, химики, эконом. В группу В ВМК, геологи, биологи. И в группу Г высшая школа бизнеса, географический факультет, факультет мировой политики. Осталась последняя, четвертая корзина у нас. Это победители стыковых матчей, которые сыграют уже в это воскресенье. Сейчас мы их перемешаем. Кто выиграет, там абсолютно непонятно. Ребята в группе голосуют, голоса расходятся. Очевидно, фаворита, ну, где-то есть, где-то нет, но скорее нет. Да, Виктор Антонович, пока Андрей тщательно мешает последнюю корзину, хотелось бы у вас спросить, мы в прошлом году просили у вас сдать некий прогноз и ваши ожидания от выступления сборной на чемпионате мира. Вот сейчас хочется спросить, довольны ли вы выступлением? Ну, я думаю, что очевидно, да, потому что наши ребята далеко прошли. И хотелось бы узнать, смотрели ли вы матчи по телевизору, или, может быть, на стадион удалось попасть? Нет, я был и на открытии, и на первом матче, и на финале, да, в Лужниках, смотрел, переживал. Так получилось, что рядом со мной сидел Кавзашвили, известная легенда, и мы с ним очень переживали, познакомились. Петросян, вот, известный юморист, с другой стороны сидел. Вот, интересно. Но, на самом деле, я хотел вас поблагодарить за ту работу, которую мы провели по разъяснению ребятам важности чемпионата, и то, что это красивое зрелище, очень важное для молодежи и для нашей страны оказалось. И вот, именно ваша поддержка очень помогла провести вот наше участие, вот нашу фан-зону на исключительно высоком уровне. У нас не было ни одного какого-нибудь неприятного события или замечания, все было просто праздник, все дни был праздник. Это, конечно, я благодарю всех ребятам Московского университета, студенту, и всех, кто понимал эту ситуацию. Кстати, даже сейчас мне некоторые пишут или обращаются, говорят, а нельзя снова вернуть фан-зону до следующего чемпионата, наверное. Ну, теперь, видимо, да, только до следующего. Да, четвертая корзина у нас на очереди. Увидели стыковых матчей, все разложено, все готово. Да, начинали. Так, это у нас номер 11. Первую табличку мы смотрим. Это у нас победитель стыкового матча номер 4. Это номер 13. Нас по порядку идем. Так, сейчас, смотрите. 13, сейчас, 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 не подлядываю. Разве уже все, поплыл, поплыл уже, победитель стыкового матча номер 1. Еще верх на ромашку не положу. Это 14. 14. Ну, все ответы. Вы видите стыкового матча номер 3. Вот хорошо, когда следят, то есть, все честно, чтобы было все прозрачно. Последний человек не хочет расставаться, говорит, играйтесь дальше. Он говорит, что не нравится, может, ребенок. Но у меня ректорат, а так... Ну, куда же он делится? Можно было бы и дальше. Так. Это 12. 12, и это победитель стыкового матча номер 2. Ну что же, мы нажеребили. Повторить стоит, я думаю, состав групп. Группу А у нас возглавляет Мехмат, далее физики, ВШГА и победитель стыкового матча номер 4. В группу Б у нас отправляется факультет журналистики, химический, факультет экономический, победитель стыкового матча номер 1. В группу В, ВМК, геологи, биологи и победитель стыкового матча номер 3. И в группу Г, последнюю, но отнюдь не по силе, как я вижу, высшая школа бизнеса, слово Кириллу сейчас предоставится, географы, факультет мировой политики и победитель стыкового матча номер 2. Ну что же, мы нажеребили группы, все известно. Давайте профессионала спросим, какая самая сильная группа? Группа смерти. Среди самых сильных групп выделяется, естественно, группа 1, группа А, где участвуют Мехмат, физики. И победитель стыкового матча номер 4, где возможными победителями выйдут в ФГУ, факультет квасправления, где имеются свои профессионалы. И еще сильная группа номер 3, где участвуют ВМК, геологический и биологический факультет. Ну что же, тем интереснее борьба. Борьба будет интересной, я думаю, в этом сезоне. Ну как и во всех прошлых. Кирилл, на правах лучшего игрока турнира мы хотели тебя попросить. Кирилл где, в нападении, в полузащиту? Я в свободный художник. И в полузащитник. Играешь же где? Ну кто-квартарем, не люблю играть. Ну удачи, да? Да. И Виктор Антонович, хотим вас заранее пригласить на финал чемпионата МГУ 2019, который пройдет в Шеваловском корпусе. И хотим поблагодарить от лица всех участников турнира за то, что вы уделяете внимание этому виду спорта. И за возможность проводить соревнования такого масштаба. И за те же самые новые поля, которые наши студенты... Мы еще оценим. Еще оценим и опробуем неоднократно. Ну и манеж мы сделали, хоть это там не футбол, но все-таки идеальный манеж. Легкоатлеты рады. Используйте тоже. Ну мы тоже должны тренироваться, бегать. Ну манеж у нас самый такой, там и физкультура, и секции. Один из основных объектов. Рабочий. Да, рабочий самый такой. Удачи, ребят. Удачи, я вам пожму руки, что пожелать. Спасибо. Спасибо, коллеги. Всем спасибо за внимание. Ждем в шваловском корпусе.